Итак, добрый день! Многие из вас задумывались, после окончания вашего проекта, как красиво его подать заказчику, чтобы его схватили как горячие пирожки. Если вам нравятся мои видеоуроки, не забывайте подписываться. Спасибо! Есть несколько вариантов красивой презентации вашего проекта. Я не буду рассматривать сейчас просто чертежи, либо обычные трехмерные виды. И чертежи вы уже научились со мной делать. Плейлист по полному построению домика уже есть у нас на канале. Меня интересует, как красиво предоставить вот тот же самый трехмерный вид, чтобы можно было в дальнейшем заказчику показать, какие помещения в домике присутствуют. В данном случае у меня представлен план моего, трехмерный вид, план моего домика. Он двухэтажный, с мансардой. Как его красиво показать заказчику. Так вот, этапы действия достаточно простые. Про взрыв схемы я сейчас говорить не буду, про нее будет отдельное видео. Так вот, в диспетчере проектов у нас с вами есть трехмерный вид. Самый обычный стандартный трехмерный вид с квадратными скобочками. Нажму правой кнопкой мыши по нему «Копировать вид с детализацией». Для чего копируется вообще вид с детализацией? И нужно ли это делать? Если вы уже настроили стандартный трехмерный вид отображения теней, фактуры материалов и прочее, вы можете пользоваться копированием с детализацией, чтобы все эти настройки перенеслись. Если вы просто воспользуетесь обычным копированием, то по итогу у вас не перенесутся настройки. Ну, большинство настроек к новому виду. Он просто будет черновой, буквально болванка. Что мне нужно сделать? Во-первых, я переименую его. Пускай у меня будет «Низ» или не «Низа», «План первого этажа». И я сфокусируюсь сейчас на отображение проекции, чтобы в дальнейшем красиво предоставить все, что я могу увидеть на плане моего первого этажа. Также я воспользуюсь активацией границ трехмерного вида в панели «Своист граница трехмерного вида». Для чего я это сделал? Чтобы при помощи куба подрезать секущую проекцию поверхности моего дома. Чтобы я видел только либо дом, либо с небольшим участком прилегающей территории. Если у вас есть прилегающая территория, и она не замусорена лишними элементами, можно ее оставить. Так будет выглядеть красивее. Я вижу то, что у меня для проекции достаточно будет вот таких вот основных параметров. Я вижу, что пускай у меня тень будет немного видна. И угол меня полностью устраивает. Я угол уже не меняю. Мне не нужно, чтобы он куда-либо сместился. Этот план первого этажа я переименую еще раз. Пускай у меня будет низ. Для чего я это делаю? Давайте сначала его скопируем. План первого этажа низ. Копирование вида с детализацией. Для чего мне это нужно? Чтобы он полностью скопировался с той проекцией, которая у меня была. Главное, что вы не забываете, мы уже его не вращаем. Проекцию мы не меняем. Нам необходимо, чтобы все углы были одинаковые. Что и у одной проекции, что и у другой. Переименую новое обозначение. План первого этажа. Вверх. Вверх. Многие уже догадались, что я буду делать. Но давайте проделаем все это для тех, кто еще не знает. Перейду на план первого этажа низ. И при помощи границ трехмерного вида подрежу вид проекции своего дома. Таким образом, чтобы у меня большинство элементов попало в пространство вида. Если в итоге отображение поверхности вы понимаете, что тот угол, который вы выбрали, вам не подходит, вам придется пересоздать, точнее перекопировать этот вид. Я вот сейчас воспользуюсь тем же самым. Я не вижу, что у меня внутри располагается. Да, у меня здесь еще нет никакой мебели. Я сделаю таким образом, чтобы и буду базироваться по двери. Сейчас я подведу проекцию поверхности таким образом, чтобы я видел макушку моей двери. Для чего дверь будет отправной точкой внутри моего помещения, чтобы я мог настроить последующую проекцию. Получившийся первого этажа низ. Кстати, верх я теперь удалю, так как он мне немножко не подходит. Копирование вида с детализацией. И теперь уже воспользуюсь каким образом? Видовой куб, который у меня располагался. Я буду... Низ я зря переместил. Я пойду вверх. И подрежу область таким образом, чтобы у меня была видна вверх моей двери плана первого этажа. По сути дела, чтобы он рассекался точно там же, где у меня закончилось рассечение плана моего другого этажа. Получается первого. Я вижу то, что у меня заканчивается окно. И начинается разрез. Если вы перфекционист, можете подвести его таким образом, чтобы все элементы попали. Что я сделаю теперь? Переименую. План первого этажа вверх. Теперь второй этаж. План первого этажа вверх. Копирование вида с детализацией. Переименую его. План второго этажа. И он будет низом. Низ. Что я сделаю в скопированном виде? Многие догадались. Я его... Рассекаю. До начала крыши. По сути дела, нам даже сейчас с вами не нужно план первого этажа вверх. Сейчас поймете почему. План второго этажа вверх. Копирование вида с детализацией. Переименовать. Второго этажа вверх. И теперь я буду видеть все. А вот снизу у меня будет рассечение плана крыши. Что у нас в итоге получилось? Я создам отдельный лист. Правой кнопкой мыши. Новый лист. Пускай у меня будет А2А. И теперь добавлю все получившиеся виды. Для начала у меня пойдет. Снизу вверх нужно идти. Иначе изображение перекроет одни на другое. Я начну с первого этажа вниз. Первый этаж вниз. Перетягиваю в область нашего листа зажатые левой клавиши мыши. Перейду в пространство видового экрана. Для перфекционистов подсвечу границу области трехмерного вида. И скрою его через лампочку сверху. Если вы его отключите, у вас снова будут отображаться все элементы, которые вы подрезали. Как и из видового экрана, двойным нажателем левой клавиш мыши за его пределами, я выхожу из области видового экрана. Что я делаю дальше? Теперь, как я уже говорил, план первого этажа вверх мне в принципе был бы нужен, если бы я хотел сделать проекцию только плана первого этажа и показать, что находится на нем. То есть я вот в принципе мог бы раздвинуть дом и для заказчика показать, что у меня находится на плане моего первого этажа. Если вы хотите сделать таким образом, пожалуйста, тогда тем же самым методом перейду в видовой экран нашего трехмерного вида и скрою границы трехмерного вида для перфекционистов. И тогда, если нужно показать только план первого этажа, я перехожу в аннотации, линия детализации и у меня пойдет осевая линия. Я максимально приближаю к углу своего помещения и получившуюся осевую линию тяну до угла выше стоящего нашего объекта. Сейчас посмотрим, осевая линия подходит мне или нет. Я хотел бы какую-нибудь пунктирную. Вот, линия скрыта мне подойдет. Точно так же создать аналог. Цепляюсь за уголочек. Никаких привязок здесь нету. Тяну вверх. Цепляюсь. Точно так же за уголочек. Здесь придется чисто визуально вверх поднять. Цепляюсь за угол. И за угол нашего объекта. Это у нас гараж. Я вижу, что здесь я немного промахнулся. Ну и вспомогательную линию сзади. Чтобы можно было понять, откуда я что переношу. Здесь еще уголок. Вот таким вот образом. Я могу в принципе представить таким образом отображение моего экрана. А если мы пойдем по другому пути, тогда мне отображение верха не нужно. Я перетягиваю план второго этажа вниз. Стыкую его с предыдущим изображением. Те вспомогательные линии, которые уже были, мне сейчас помогут. По нормальной проекции. На самом деле их состыкую вместе. Выключу отображение трехмерного вида куба. И добавлю план второго этажа вверх. Сейчас не вышел из пространства. План второго этажа вверх. Опущу его вниз. Как вы видите, еще и тени сразу же накладываются от нашего проекта. И проделываю то же самое действие. Выключу для отображения трехмерный вид. И опять создам аналог проекции линии сечения. Если где-то мы с вами промахнулись, проекцию линии сечения можно настроить, находясь на листе. Только я сначала включу границы трехмерного вида. Я вижу то, что мне нужно сделать его пониже. Проверю. Еще немного. Вспомогательная пунктирная линия помогает мне определить границу начала области подрезки. Вот таким вот образом. Вспоминь. Спасибо. и в итоге можно вывести на печать получившееся наше изображение и соответственно подать заказчику интересный вид причем так можно сделать не только фасад можно и показать всю комнату и квартиру целиком следующее видео у нас с вами будет о взрыв схеме всем спасибо и всего доброго скоро увидимся чуть не забыл